Чувашия стала одним из десяти пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. Дело это новое. Разработать такой маршрут решили и в научно-производственном предприятии ЭКРА. Юлия Важенина одна из первых прошла по экскурсионному маршруту. Уже почти 30 лет компания разрабатывает, проводит, налаживает и эксплуатирует современную микропроцессорную аппаратуру. Это единственный российский производитель, который предлагает практически весь комплекс вторичного электротехнического оборудования собственной разработки. В наших экскурсиях мы хотели бы рассказать нашим гостям о том, что электроэнергетика – это не только всем известные электростанции или линии электропередач, которые все могут видеть, так скажем, в окружающем мире, но и современные технологии. Здесь находится одна из предполагаемых точек наших экскурсий – полигон «Цифровая подстанция». Одним из, так скажем, на наш взгляд, увлекательных мероприятий, которые мы можем продемонстрировать нашим гостям, будет виртуальный тур. Вот так с помощью виртуальных очков можно попасть на разные подстанции страны и посмотреть, как там идет работа. На этом же полигоне тестируют системы управления. К слову сказать, авария в современной электроэнергетике происходит буквально за несколько миллисекунд. Человеческий взгляд даже не успеет увидеть, что произошло, как это приводит к масштабным последствиям. Например, здесь видно, как быстро распространяется дуга на объекты электроэнергетики и выгорают различные крупные объекты. Такие системы способны за миллисекунды отключить станцию и изолировать все повреждения. Следующая точка нашей экскурсии – это производство наших систем управления. В целом, подобное автоматизированное производство производит большинство всей техники и сложных технологических устройств, которые есть в нашей жизни. Например, те же самые смартфоны. Здесь стерильно, как в больнице. Все потому, что даже любая пылинка может повлиять на качество монтажа и надежность работы устройства в целом. Производство блоков начинается с первой стадии. На этой установке наносится штрих-код. Штрих-код – это как бы идентификационный номер платы. То есть плату можно всегда будет посмотреть, где она, в каком состоянии, что с ней случилось у нас, у заказчика, у любой точки земного шара. Дальше, после того, как код идентификационный нанесен на плату, плата перемещается по направлению к линиям. Финальная точка нашей экскурсии – смотровая площадка. Сейчас она занесена снегом. Но даже в таких условиях видно, какой красивый здесь открывается вид. Так что эта площадка плюс к уже перечисленным объектам точно станет местом притяжения посетителей. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова